Добрый вечер в Украине 20.00. В эфире подробности о главных новостях расскажут мои коллеги в студии Наталья Белышева. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все подробности знает Татьяна Авинникова. Дежит человек под машиной. Из машины вытягивает парня, который весь в крови. Его лошадь сразу на пол. У него пьяна ртом пошла. Очевидцы смертельного ДТП рассказывают. Мерседес-внедорожник на полном ходу. Вылетел с проезжей части на тротуар, протаранил забор, сбил пожилую женщину. И врезался в здание стоматологической клиники. Рядом с женщиной мужчина торговал рыбой. Ему чудом удалось спастись. Как рыба улажила, он уезжал. Успел. А бабушка эта на старинке была. Местные рассказывают, вывежали на звук удара и разбитого стекла. Сразу вызвали скорую, но от полученных травм женщина скончалась на месте. Я когда вызывала скорую, мы думали, что она еще жива. И он ее поднял на капот и вместе с ее телом ее сбил. Просто ее поднял на капот и сбил ее, вверх поднял. Свидетели аварии говорят, в стоматологии сегодня выходной. Иначе жертв могло быть больше. А вот как зовут погибшую и кто она, пока точно неизвестно. Рядом с местом аварии крупный рынок. Но продавцы не были знакомы с жертвой. Работала нелегально. Женщина, которая сидела на тротуаре и просто торговала. Травмы были несовместимы с жизнью. Полицейские подтверждают слова очевидцев. Водитель Мерседеса не был пьян. Водителю стало плохо, у него случился приступ к эпилепсии. Ближе к вечеру пресс-служба нацполиции сообщила подробности ДТП. Мы знаем о четыре страдания. Одна женщина погибла. Она была на улице. Также потерпел и переходил. Человек 1954 года. Он также госпитализованный в медицинском закладе. Двое потерпелых. Это люди, которые заходили в салоне автомобиля. Водитель и его товарищ. Они госпитализованы. Водитель, он 1993 года. Небто ему стало жилеть. Следственно-оперативная группа и сейчас работает на месте, пытаясь выяснить все детали смертельного ДТП. Татьяна Авинникова, Павлина Василенко и Игорь Сулий. Подробности телеканал Интер. Два человека погибли в результате аварии на шахте в Волынской области. В области ночью на глубине 360 метров произошел обвал породы. В тот момент под землей находились семеро горняков. Двое из них, рабочие очистного забоя, погибли. Остальные смогли выбраться из опасной зоны и подняться на поверхность. Известно, что погибшие жители Нововолынска. Александр Марчук, ему было 45 лет, и 49-летний Сергей Бондарчук. Сейчас специалисты устанавливают причины обвала породы. Зимний режим. Большинство населенных пунктов Украины продолжают переваривать последствия мороза и снегопадов. Задержка авиарейсов, перебои с электричеством и, конечно же, заносы на дорогах. Готовы ли мы к следующему похолоданию, которое уже пообещали синоптики? Узнаем у наших корреспондентов. Снегопады Гололедица сильно усложнили движение на дорогах Харькова. В центре города сегодня произошла тройная авария. Это видео с камер наблюдения. Микроавтобус не пропустил медиков, хотя они ехали с проблесковыми маячками. Из-за того, что дорога была скользкой, бус отбросило в сторону, где он зацепил еще один автомобиль. Пострадал родственник больного, сопровождавший его в больницу. Улицы города чистят около сотни машин и больше 300 коммунальщиков. Но справиться со снегом не могут. Он идет весь день. В аэропорту даже отменили некоторые рейсы. Сегодня не улетели пассажиры в Киев, Стамбул и Кутаиси. Не придет аэропорт и рейсы из этих городов. Другие вылеты задерживают на 3-4 часа. Туристы, которые должны были днем улететь в Египет, провели в зале ожидания несколько часов. Мы должны были выехать, поскольку в 15.10. Теперь нам сказали, что прибытие самолета будет в 16.30, а предполагаемый наш отлет в 18.00. То, что мы слышали, это обледенение полосы. Вот, как бы сидим и ждем. Ехать домой нет смысла. Накануне в городе прошел мокрый снег, а потом подморозило. Этого хватило, чтобы взлетная полоса превратилась в каток. В Черкасской области энергетики подключили к питанию все населенные пункты, которые были обесточены из-за непогоды. Практически расчистили и основные трассы. А вот в самом областном центре снега еще много. Я под домами работаю, очень много машин поставляю. И тяжело работают. Люди, машины. Ситуация такая, стресс. Вчера целый день, целый день до темноты работаю. И сегодня такая самая. В большинстве дворов ни пройти, ни проехать. Дворники вроде бы и работают, но справиться пока не могут. Техника не соответствует снегу. Малый трактор. Не можно прогрнуть. Он буксует. Не было, как раньше было, чтобы в месте дружно. Не раз, раз, раз взяли почистить. Продолжает засыпать снегом Сумскую область. За несколько дней выпала месячная норма осадков. Коммунальщики говорят, работают едва не круглосуточно. Но расчищать дороги и тротуары не успевают. Много, очень много. Не ожидали просто. Мы не ожидали просто. И все. Мы не ожидали, что так будет. В Сумах остановился почти весь общественный транспорт. Зато для таксистов снегопады денежная пора. Хочешь ехать, заплатить придется двойной тариф. Из ножа же идет двойной, е-мое. Везде мотаешь, как этот, елозишь. Дороги же вон по центру почистили. Вот видите, как почистили здесь. Вчера загнали трактор, а сегодня вон, хотя бы проехали раз-два. Из-за снежных заносов доехать до сел – настоящая проблема. Многие рейсовые маршруты отменили. Вот и приходится людям добираться на перекладных. И хотя ближе к вечеру снег прекратился, оптимизма это жителям не добавляет. По прогнозам синоптиков, в Украину идет циклон с юга, который опять принесет снегопады и похолодание. Павлина Василенко, Татьяна Мастепан, Николай Николаенко. Подробности – телеканал Интер. Похолодание стало причиной появления так называемых пунктов обогрева в зоне АТО между оккупированными и освобожденными территориями на Донбассе. Как отогревают мирных жителей на украинских пунктах пропуска, видел Геннадий Вивденко. Температура минус 4, очень мерзкий холодный ветер. И вот для тех, кто пересекает пункт пропуска, сразу две палатки для обогрева. Там и чай, и сухарики, и радушие. Палатки почти все – жители оккупированного Луганска. Ждут автобус на северодонецк. Я очень быстро прошла, не ожидала. Нормально все по-человечески. Холодно. А так нормально. Спасибо ребятам, что туда обогрели. Я с температурой немного приболела. Ребята, чайку вам обогрели. Молодцы, спасибо им большое. Захожу периодически, потому что на северодонецке сегодня у автобуса ни одного не было. Маленький переселенец, луганчанин Артур, учится сейчас в северодонецкой школе. Но мечтает все же навсегда вернуться в родной Луганск. Там дома ее любимая собака. На улице замерз. Пошел погреться. Я вернусь еще сюда, в Луганск. Потому что я тут еще ночью. В палатке неделю дежурит группа спасателей из соседнего Мелового. Разливают чай. Сегодня с утра прошло 300 человек приблизительно. Да, 300 человек. В день проходит от 500 до 1000. Может, бывает. Третий бидончик уже за сегодня. Сегодня очень много. Очень много. Ну, это примерно именно чай попили человек 150. Ну, бывает такие, что по два раза кто-то пил. Ну, в принципе, за неделю рекорд сегодня у нас. Пункт обогрева открыли больше месяца назад. Каждый день здесь дежурят медики из станично-луганской больницы. Работают с 8 до 16.00. Жалко людей очень. Приходят за помощью обращаться. Мы чем можем, помогаем. Это сердечная, вот это тоже сердечная, нитросорбит. От давления есть. От головы, от температуры, парацетамол. Тут у нас есть. Врачи заметили, если температура около нуля, обращаются в среднем 2 человека. Если мороз, 5-7. Тем временем подходят автобусы из севера Донецка. Луганчане спешат на пропускной пункт. Не толкайтесь. Чего толкаете? Сегодня третий день резвяных слях. Спасатели ждут следующие автобусы. К вечеру, по прогнозу, ухудшение погодных условий. Пик посетителей придется на понедельник. По радио в новостях говорят, что положение на фронте пока не изменилось. Вы приехали новыми. Сотворачивание погодения антитерротических операций доложается складной. Геннадий Вивданко, Сергей Дубинин, Руслан Терентьев. Подробности телеканал Интер из Луганской области. А вот на модернизацию пограничных автомобильных пунктов пропуска Украина получит от ЕС 30 миллионов евро. Улучшить переходы должны будут на границе с Румынией, Польшей, Словакией и Венгрией. Кроме этого, на кордоне с Венгрией построят пункт пропуска водного сообщения для байдарочников. Действовать он будет в поселке Вилок Закарпатской области. Левые, правые мужчины, женщины и даже голая художница. Так сегодня протестуют жители Кёльна. Чего требуют демонстранты и отразятся ли эти волнения на миграционной политике Германии? Узнаем у Татьяны Лагуновой, она в Берлине. Центр Кёльна сегодня в оцеплении полиции. Почти две тысячи стражей правопорядка пытаются не допустить столкновений правых и левых активистов. Против миграционной политики правительства выступает правое движение Пегида. Против Пегиды здесь же члены левых движений и организаций. Без столкновений, впрочем, не обходится, чтобы остановить беспорядки. Полиция применяет водометы. У Кёльнского собора тоже многолюдно. На площади, где в новогоднюю ночь произошли массовые беспорядки, митинг протеста. Сотни женщин собрались, чтобы сказать нет насилию. Они требуют уважения и безопасности. Я не жду, что произойдет чудо. Полиция, учитывая, что ее штат значительно сократили, не может быть везде и все видеть. Главное, как можно быстрее наказать преступников. Это станет четким сигналом. Но самую заметную акцию протеста провела всего одна женщина, художница из Швейцарии. Обнаженная, прикрытая только плакатом. Уважайте нас. Мы не добыча, даже когда обнажены. Она несколько минут простояла на центральной площади Кёльна. В полиции Кёльна первые перестановки. В отставку отправлен ее глава Вольфган Кальберс. В эти дни его не критиковал разве что ленивый. За то, что не смог обеспечить должные меры безопасности в новогоднюю ночь. А потом пытался не афишировать масштаб происшедшего и происхождение преступников. Я в личной беседе проинформировал начальника полиции о том, что он выходит на пенсию. Благодарю его за долгую и самоотверженную работу. Мое решение обусловлено необходимостью вернуть доверие жителей Кёльна. Политики тем временем думают, как не допустить антимигрантских настроений в обществе. Немцев призывают не равнять всех под одну гребенку и отличать преступников от людей, которые действительно ищут в Германии защиту. Обещают наказывать всех, кто не будет уважать немецкие законы. В частности, депортировать нарушителей на родину. События в Кёльне снова подогрели дискуссию о миграционной политике Германии. Ангела Меркель стоит на своем. Курс меняться не будет. Оппоненты канцлера тоже не сдаются. Тем более, что теперь у них появились новые аргументы. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Протестуют и в соседней Польше. Масштабные акции прошли по всей стране. Мы здесь недовольны законом, который в четверг подписал президент Аджей Дуда. Согласно документу, правительство будет самостоятельно назначать руководителей общественных телерадиокомпаний. Поляки сочли это ограничением независимости медиа. Подписанный закон не понравился и в Брюсселе. Манифестации по всей стране организовал Комитет защиты демократии. Сегодня также протестовали и в Косово. Там активисты подожгли здание правительства и забросали отряды полиции коктейлями Молотова. Требовали отставки премьера и сын Мустафе. Он подписал договор с Сербией, который расширяет полномочия властей и городов, где большинство населения сербы. Крым снова изобразили как часть России. На этот раз на карте итальянского экспертного издания «Лимис». Этот рисунок опубликовали в последнем номере журнала. Украинский МИД уже отреагировал и потребовал изменить карту в соответствии с международным правом. Это не первая подобная ошибка европейских изданий. Ранее Крым также присоединяли к России во французском геополитическом атласе. Продолжение следует... Украина-ЕС в Нидерландах назначен на 6 апреля. С Нового года под Марьинкой не утихают бои. Прифронтовой город снова стал самой горячей точкой на Мариупольском направлении. Если раньше боевики вели обстрелы только в ночное время, то последние несколько дней они атакуют днем, не обращая внимания даже на присутствие журналистов. Все подробности расскажет Станислав Кухарчук. На опорном пункте 14-й бригады бойцы все утро пополняют боекомплект. Вчера у ребят был жаркий день. С обеда и до позднего вечера боевики обстреливали их позиции. Пришлось ответить. Командир опорного пункта с позывным «Бизон» рассказывает о событиях вчерашнего дня. На его позиции работала съемочная группа. Боевики сначала открыли прицельный огонь по журналистам. Затем завязали бой с его отделением. С пресс-офицером 14-й бригады аккуратно пробираемся по окопам в глиндажу. Отсюда можно рассмотреть место, с которого начался обстрел. Позиции противника всего в 200 метрах. По характеру обстрела нас удивляли, потому что набагато точнее стали обстрелы. Краще оружие. По данным, которые забрали на нашу разведку, там сейчас пришла ротация. И там кадровые войсковые в Марпехе с далекого схода. Они сюда приехали. Что на навчание, что что-то готовится. О том, что под Марьинкой появилось хорошо обученное подразделение, свидетельствует меткость обстрелов и жесткость работы. Это обуглившееся здание. Новогодний подарок боевиков бойцам 14-й бригады. В новогоднюю ночь в угол этого дома попала граната от РПГ. Здесь сгорело все. Форма, оружие и даже личные вещи, ребят. Уже десятые сутки Иван дежурит в форме с чужого плеча. Вещи для него и побратимов собирали со всей бригады. Из пылающего дома ребята выбегали босиком. После попадания гранаты стал взрываться боекомплект. Свои даже уже не считали. Свои телефоны. Все было. Ночью было. Пацанин так само было. Наш визит на позиции тоже не стал исключением. Спустя несколько минут после разговора с Иваном по нам начал работать снайпер. Сюда бьем. Линия фронта в Марьинке проходит в спальном районе. Здесь почти нет целых домов. Заборы и крыши сплошь в дырах от осколков и пуль. Этих местных жителей обстрел снайпера застал на улице. Нам очень страшно. И плачем, и ховаемся. И в подвалах стоять у нас в кровати. Только мы не успеваем туда добегать в данный момент. Нам снова приходится прятаться за домами. На этот раз все закончилось короткой снайперской дуэлью. Военные опять открыли огонь в ответ. Станислав Кухачук, Вадим Ревун, Антон Чиженко. Подробности телеканал Интер Донецкая область. Установлены личности боевиков, напавших на отель в Египте. Это 20-летний студент из Каира Хасан Махфуз. Имя второго террориста пока не называют. Боевики были вооружены ножами и пневматическими пистолетами. В результате нападения на гостиницу в Хургаде в четверг пострадали три туриста, жители Австрии и Швеции. Сирийский голод. Гуманитарная ситуация в этой стране ухудшается. Вчера мы рассказывали о селении Мадайя. Сегодня появились доказательства, что люди умирают от недоедания еще в нескольких поселках, в частности в Забадане и Кефрае. На границе Сирии работает мой коллега Вениамин Трубачев. Правозащитники опубликовали новые видеоролики, снятые в Сирии. Люди на камеру рассказывают, что не видели нормальную еду месяцами. Кушали только траву и листья. Этих сирийцев уже эвакуировали. Врачи оказывают им медицинскую помощь. Но в занятых оппозициях городах, которые окружены войсками Асада, остаются десятки тысяч людей. Гуманитарные миссии, в частности Красный Крест, пытаются им помочь. Часть людей из Мадаи и Забадани мы эвакуировали две недели назад. Но там еще остаются нуждающиеся. И мы сейчас пытаемся получить разрешение попасть туда. В Сирии и многих других арабских странах продолжаются акции протеста. Сегодня люди вышли на улицы в столице Ливана, Бейрути. Требования к режиму Асада единственное. Прекратить осаду городов и возобновить поставки продовольствия. Сирийское правительство пока молчит, А войска не прекращают обстреливать территории, удерживаемые оппозиционерами. Это бесчеловечно. В Асаде остается 40 тысяч человек. Люди умирают от голода. Они вынуждены питаться растениями. Это вопрос не гуманитарный. Это политика. Обстреливают территорию Сирии и войска коалиции во главе с США. Их авиаудары сосредоточены на территориях, подконтрольных исламскому государству. Сегодня первые вылеты совершили немецкие самолеты Торнадо. Германия совсем недавно присоединилась к коалиции. Пилоты только обживаются на турецкой базе вблизи городка Инджирлык. Самолеты провели около трех часов в воздухе. Все пилоты успешно выполнили задания и вернулись на базу. Через несколько дней мы будем уже в полной боевой готовности и сможем выполнять любые задания. Согласно договоренностям, немецкие военные не будут участвовать в активных боевых действиях. Их основная задача это сбор разведданных. Вениамин Трубачев и Владлен Ноль подробностей. Телеканал Интер с турецко-сирийской границы. Джихад в Твиттере. Власти США собрали на закрытую встречу топ-менеджеров крупнейших мировых соцсетей. И пытаются лишить террористов возможности планировать атаки через интернет. О чем договорились и что теперь может измениться для каждого из нас, знает Дмитрий Анопченко. Он в Соединенных Штатах. Социальные сети, скайп, многочисленные мессенджеры для смартфонов, разработчики которых уверяют, ваши сообщения надежно зашифрованы. Ими пользуемся не только мы с вами для каждодневной переписки, но и террористы для планирования терактов. Спецслужбы выяснили, недавние парижские теракты планировали через соцсети. Телефонный разговор еще можно перехватить, а чат в интернете пойди потом найди. Вот боевики для распространения своей пропаганды, а главное координации действий, используют всемирную паутину. Последний такой случай арест в Рочестере, когда в новогоднюю ночь сторонник ИГИЛа собирался взять в заложники посетителей ресторана. Как именно он будет действовать и где найти взрывчатку, Эммануэль Лайтман тоже обсуждал через соцсеть. Вот американские силовики, в том числе и генеральный прокурор, главы ФБР и национальной разведки, советник президента Обамы по вопросам борьбы с терроризмом. И собрали навстречу топ-менеджеров компаний, которые владеют социальными сетями. Разговор за закрытыми дверями, но тема его понятна. Как не нарушив приватность обычных пользователей, не дать террористам спрятаться в сети? Мол, война сейчас ведется сразу в двух измерениях. В реальном, где раздаются взрывы и звучат выстрелы, и в виртуальном, где сторонников вербуют с помощью твитов и красивых идей. И если раньше террористам приходилось тратиться на меры конспирации, то социальные сети теперь не просто удобны и надежны, но еще и бесплатны. В Фейсбук, говорят, уже создали команду из ста человек, которая круглосуточно мониторит подозрительные сообщения. Следит, изучает, удаляет, но не больше. Как бы ни просили силовики, ни одна соцсеть не даст спецслужбам доступ к своим серверам, кроме как в единичных случаях по решению суда. Тот же Фейсбук – это теперь огромный успешный бизнес, и сложно представить, что компания стала бы рисковать репутацией, созданной за эти годы. Но мы все теперь живем в сети, кто больше, кто меньше, и какие-то правила нужны. А вот на какие еще меры придется пойти, чтобы и секреты обычных пользователей не выдать, и исламистам не дать спланировать теракты в интернете. Как раз и обсуждают силовики и бизнес на первой такой встрече, но явно не последней. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, телеканал Интер. Власти КНДР опубликовали видео пуска баллистической ракеты с подводной лодки. Впрочем, уже через несколько часов представители Южной Кореи заявили, что запись сфабриковано. В Сеуле утверждают, что видео смонтировали из старых кадров. Распространенная властями Северной Кореи запись, возможно, стала ответом на включение соседями пропагандистских трансляций из огромных динамиков, расположенных вдоль границы. Кто охотился за собакой Барака Обамы в Соединенных Штатах и как в Австралии поздравили 50-летнего аллигатора? Об этом не только в нашем обзоре. В Мексике арестовали наркобарона Хоакина Гусмана Лайеру по прозвищу Эль Чапа. Во время задержания завязалась перестрелка между военными и охраной мафиоза. Морпехи застрелили пять человек, еще пятерых задержали. Эль Чапа или же коротышка пытался скрыться через канализацию, но не удалось. В последний раз он бежал из тюрьмы прошлым летом. Прямо к камере наркобарона вырыли полуторакилометровый туннель. Прокуратура Мексики согласилась выдать Эль Чапа властям США. В Вашингтоне арестовали мужчину, который хотел украсть собаку Барака Обамы. Скотт Стокерт намеревался похитить португальскую водяную президента по кличке Бо. О планах вора узнали силовики. Во время задержания Стокерт заявил, что он Иисус Христос, а его родители Марелин Монро и Джон Кеннеди. Во время обыска у Стокерта нашли дробовик, винтовку, 350 патронов, мачете и полицейскую дубинку. Суд Египта отклонил апелляцию экс-президента Хосни Мубарака, и теперь решение суда окончательное. Бывшего главу государства приговорили к трем годам тюрьмы и штрафу свыше 15 миллионов долларов. В мае прошлого года Мубарака и его сыновей обвинили в финансовых махинациях. Мол, семья тратила из казны деньги, которые выделялись на ремонт президентских дворцов и резиденций. Все остальные обвинения адвоката Мубарака опротестовали. Китайская компания представила первый в мире пассажирский беспилотник. Летательный аппарат рассчитан на одного пассажира и пока может поднять вес до 100 килограммов, а еще преодолеть не более 4 километров. Управляется машина с помощью программы на планшете. Крейсерская скорость беспилотника 100 километров в час. Для полной зарядки батареи транспорта необходимо всего 2 часа. Юбилей в зоопарке Сиднея. 50 лет исполнилось крокодилу Элвису. По случаю круглой даты пятиметрового аллигатора накормили до отвала. А потом рептилия развлекала гостей питомника своими трюками. Элвис знаменит агрессивным поведением. Как-то раз утащил на дно газонокосилку, шум которой его раздражал. А еще съел двух подружек. Их подселяли в водоем к крокодилу. Рекорд от 52-летней британки Трейси Кертистейлор. Какой маршрут проделала эта летчица и почему останавливаться на этом она не намерена, расскажет наш британский корреспондент Оксана Кундеренко. Этого приземления ждали три месяца. Фактически хрупкая женщина. Трейси Кертистейлор провела их в небе. Одна в открытой кабине маленького биплана времен Второй мировой. Пролететь полмира на малой высоте, рассмотреть все эти красоты, природу, строение. Самый лучший вид. Немногие получили возможность наслаждаться им. С бокалом шампанского теперь она может гордиться собой. 22 тысячи километров, 23 страны и уникальный опыт. Над морями и горами, мегаполисами и старинными храмами вела летчица свой лайнер. Держу скорость 75 миль в час. Это примерно полтора метра в секунду. Полет стабильный. Не так-то легко было преодолеть маршрут. Часто приходилось приземляться на дозаправку. Не во всех уголках планеты нужное топливо находилось. Да и трудности в пути заставали. Удивительно, но труднее всего было в Восточной Европе. Пролетая над Карпатами, я попала в сильный дождь. Прямо шторм. В открытой кабине почувствовала себя, как те летчики в 30-е годы прошлого века, когда многие погибали из-за погодных условий. Тресси недаром вспомнила 30-е. Ведь рекорд свой женщина-пилот повторила. Почти сто лет назад такой же перелет осуществила британка Эми Джонсон. Для современной рекордсменки достижение не станет последним. Уже сейчас Тресси планирует новое приключение. В этом году собирается перелететь через Соединенные Штаты Америки. Оксана Кундеренко, Иван Ермаков. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Подробности UA. Это наш сайт, где информация обновляется постоянно. Хороших вам новостей. До встречи завтра. Субтитры создавал DimaTorzok